За последний год значительно выросла цена на газ и другие товары и услуги. Наряду с этим доходы населения Ренийского района увеличились за год только на 10%. Очевидно, это как-то отразилось и на криминогенной ситуации. Как с ней справляется новый правоохранительный орган Ренийское отделение полиции? Это отразилось на тенденции преступности. Действительно, есть рост преступности, это касается не только нашего региона, а и страны в целом. По категориям преступлений, если 4 категории преступлений, которые предусмотрены действующим законодательством, особо тяжкие, тяжкие, средне-тяжкие и не-тяжкие. Конечно, проблема здесь есть у нас с особо тяжкими. 15 против 4 в прошлом году, это рост практически в 255%. Это есть рост и грабежей, и разбоев. Эта вспышка у нас была начала года, первый квартал. Где-то до апреля месяца. Пока ситуацию удалось стабилизировать, мы не имеем больше пока грабежей и разбоев. Надеемся, что их пока не будет. По тяжким. 100 преступлений тяжких в текущем году против 47 в прошлом. Соответственно, 112 рост. 111% в области этот процент 44,2%. По преступлениям средней тяжести, которые составляют основной вал преступлений, у нас как ни странно снижение, у нас 66 в текущем году, 106 в прошлом. Это примерно на 38% снижение регистрации в данном управлении, при том, как по Одессе, рост в 63%. Конечно, всех интересуют кражи. Самый больной вопрос как по области, так и у нас. Это то, что наносит людям материальный ущерб. Это то, о чем душа болит у людей. У нас в текущем году 119 краж было зарегистрировано. В прошлом было 113. Это 5% роста, тогда как по области 60% роста по кражам. Здесь тоже, как сказать, специфика района. Конечно, сейчас хозяйственный район. Отсутствие, допустим, больших масс лиц ранее судимых, которые бродят без работы и не знают, куда действуют кипучую энергию. Больной вопрос, конечно, грабежи. 186 статья уголовного кодекса. Мы имеем рост практически 100%. В цифровом отображении это получается 6 в текущем году, 3 в прошлом по грабежам. 4 грабежа текущего года мы раскрыли, остались нескрытыми 2 грабежа. Больным вопросом остаются разбои. Мы имеем 2 разбоя в этом году, 1 в прошлом. К сожалению, пока не раскрыт ни один из разбоев. Работаем в этом направлении. Есть трудности. Потому что это работали группы, которые заезжали с территории других районов. Работали по наводке в ночное время, слаженно. Работаем, надеемся, что будут раскрыты. Ну и еще одна негативная тенденция. Я говорил в прошлом интервью, общались мы. Мошенничество. У нас рост мошенничеств практически вдвое. 6 в прошлом году, 11 в этом году. Как правило, связан интернет-мошенничество. Это купли-продажи через социальные сети, через интернет-сети каких-либо материальных ценностей. И на этом фоне, соответственно, обман. И второй вариант, звонок родственникам. Мама, папа, я в полиции, в милиции, меня здесь убивают. Срочно тащите деньги. Надо выручать. Вот таких мы имеем 11 производств. Из них по 45%, практически по половине, людям предъявлено подозрение в совершении преступления, постановление подозрения. В остальных ситуациях, там особенно где-то касалось интернет-мошенничеств, здесь чуть-чуть сложнее, потому что чисто технически это очень тяжело доказать, привязать человека, обменить что-либо. Но работаем в этом направлении. Как позитив хочется отметить ситуацию, что у нас практически нет уличных преступлений. У нас нет уличных грабежей практически. Один есть, и он там был раскрыт. И у нас нет болезни больших городов, когда грабеж — это основная проблема. Та же Одесса, тех же крупных городов, 10-15 грабежей уличных в сутки. А что значит, на улице? Прямо на улице. Срывание цепочек, телефоны, цепочки, сумки. У нас, слава богу, пока такого нет. Занимаемся потихонечку профилактикой этих. Не хотим, чтобы они у нас появились, и надеемся, что у нас не появятся такие преступления. Основная головная боль для нас — это кражи. Если в количественном брать, в процентном соотношении, это основное, что есть. Воруют все, что могут оторвать от земли. С работой, сами понимаете, ситуация аховая. Экономическое состояние тоже оставляет желать лучшего. Как правило, это лица, которые уже привлекались. Очень много из них сейчас вышло на свободу. Вышли по окончании срока, вышли по закону Савченко. Как правило, лица не устроенные в обществе, не умеющие, не желающие что-либо делать. Есть сезонные преступления. Как правило, под какие-то праздники, под какие-то длительные периоды праздников, рождественские, новогодние, майские где-то, обычно идет рост краж живности. Уходят что? Козы, овцы. То, что можно не продать, а использовать для внутренних целей съесть. Как правило, кражи крупного рогатого скота, либо те же лошадей. В прошлые годы у нас были проблемы с этим. У нас в этом году практически нет. Ну а живности, да, буквально вчера по Орловке было сообщение. 80 кур из хозяйства в ночное время. Неизвестные лица совершили кражу, возбудили криминальное производство, внесли в базу данных, проводим проверку. Это как характерный пример. Здесь, конечно, удивляет немножко беззаламерность некоторых хозяев, так скажем, той же живности, особенно по селам, больной вопрос. Полное отсутствие контроля за где. Ну это имущество. Как бы оно ни было, та же лошадь, та же корова, это имущество. Это кормилица с одной стороны, это имущество. Это собственность. Сталкиваясь с ситуациями, когда выгнали на выпас лошадь, может неделю не проверяться вообще. А когда даже вопрос хозяину, ну а, ну ты хоть смотрел бы, ну а зачем, вода есть, еда есть, что за ней смотреть, куда она денется. Характерно для Орловки, вот этот, на подъезде к Орловке, выпас, который находится возле шлюза, сутками, днями, неделями можно выгнать туда с животину и смотреть, а куда она делась. Прибежать через неделю в полицию, сказать, знаете, вот у меня вот неделю назад выгнал корова, сейчас зныкла она куда-то. По разбоям, два совершено и не раскрыто, да, в этом году. Это что имеется в виду, какие, напомните? Это у нас Орловка, и это у нас Новосельская. Разбой на нападение предпринимателя не буду что называть. И, соответственно, разбой на нападение на склад, где-откуда были похищены химические вещества удобрения. И в той-в той ситуации есть определенные продвижки, конечно, но работаем в этом направлении. Сказать, к сожалению, больше пока не могу. Артур Игоревич, недавно прошла аттестация. Скажите, пожалуйста, каково сегодня кадровое обеспечение полиции? Сколько человек работает? Ну, на сегодняшний день мы прошли переаттестацию. Те, кто остался, у нас в штате сейчас 66 сотрудников. По списку мы имеем сейчас 48 сотрудников. Всего всех в строю на сегодняшний день у нас, учитывая отпускников и все остальное, 34 человека, которые задействованы для несения службы. Ну, чтобы понимали, цифры еще год-полтора назад, это было 86, соответственно, штатных и по списку около 60. Практически вдвое мы потеряли в личном составе. Но по результатам аттестации у нас, к сожалению, по аттестации 5 сотрудников не прошли переаттестацию. Как на мой взгляд, данные люди работают и могут работать абсолютно прозрачно, нормально, выполняются функциональные обязанности. Потому что там же, как вы понимали, на аттестационных комиссиях не объявляют, мотивацию не объясняют, а выносят только решение, и человек это список письменных решений. Что легло в мотивацию данное решение, никто никому ничего не объясняет. А вообще, конечно, со штатом ситуация не очень веселая. Штат пока у нас временный. Да, хватает впритык, но хватает людей для выполнения наших функциональных обязанностей. Никто не говорит о том, что вот людей мало, мы сейчас опустим руки, ничего делать не будем. Больной вопрос, конечно, следствие. Недостаток грамотных подготовленных следователей. Больной вопрос, оперативный состав. То есть опера, который должен заниматься непосредственно сопровождением криминальных производств и раскрытием преступлений. Людей фактически просто нет. Нам не давали возможность комплектоваться, потому что штат, который сейчас существует, он временный. Будем надеяться, что придут молодые, энергичные, некоррумпированные, образованные люди со стороны и будут бороться с преступностью вместе с нами или вместо нас. Как получится. Артур Георгиевич, объясните, пожалуйста, если можно, в двух словах населению, чем полиция отличается от милиции, что изменилось, как это отразилось на материальной базе, на обеспечении, если отразилось, конечно. Оценка работы внутренних дел при милиции исходили из статистических данных. Количество преступлений, вот из них раскрыли, из них нужно раскрыть, соответственно, отсюда и выливались, возможно, в большинстве своем, те перегибы, которые получались. Если начинают бить каждый месяц по голове, то вы недоположат, допустим, энное количество раскрытых преступлений, к чему-то приводило. Как правило, хватали то, что лежало на поверхности. Все равно, что это. Лишь бы закрыть. А что-то глобальное, резонансное, тяжкое, а там уже была работа вдумчивая и так далее. Потом, 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 потому что нужно нарубить. Основная задача полиции как таковой, сейчас оценка немножко меняется. Полиция должна оцениваться отношением населения к ней. То есть, как население реагирует на полицию, как на сервисную службу. То есть, фактически, мы люди, которые обслуживаем, представляем сервисные услуги населению, только в своей какой-то узкой области. Но, опять-таки, тут палка о двух концах. А как население оценивает деятельность полиции? Исходя из чего? Исходя из того, с какой скоростью и как? Полиция, во-первых, реагирует на сообщение о преступлении, и, во-вторых, раскрывает она их. Потому что одно время дело реагировать, приехать, осмотреть, записать и успокоиться. А второе дело найти человеку, его обидчика, его... Сейчас принцип работы какой? Есть следственная оперативная группа, это люди, которые дежурят сутки. Есть дежурная часть, поступило сообщение, вызов. Группа собралась, выехала на вызов. Дежурная часть расположена в Вернии. Представляете ситуацию? Вызов в Котловине. 55 или 60 километров. Собрались, сели, уехали. Через час по нашему дорогу группа только там. Предполагалось, что немножко изменится режим работы дежурной части не только для Вернии, а вообще для полиции как таковой. Не будет следственной оперативной группы, которая сидит камнем в дежурной части. Будут патрули, которые находятся на маршрутах. При вызове выезжает не следственная оперативная группа, а выезжает патруль, в котором есть инспекторский состав, специально обученный первичному документированию, сбору первичной информации, фиксированию обстановки. Применимы для Вернии, это планировалось два экипажа. У нас специфика района разбита на два куста, так называемый ближний куст сел, дальний куст сел, которые разбросаны 40, 50, 60 километров друг к другу. И вот планировалось, что в режиме 948 будут работать два экипажа. Один экипаж в дальний куст, один экипаж в ближний куст. И здесь время реагирования, естественно, конечно, меняется. Одно дело из Вернии приехать, среагировать. Другое дело приехать из того же Новосельского или из того же Плавня до той же Котловины, практически в два раза ближе расстояния. Как это будет на практике, мы можем ответить только тогда, когда увижу новый штат, когда будет видно, что в штате вводится, как это будет выглядеть и какие функциональные обязанности будут. А вот это пока основное различие. То есть милиция — это карательный орган. Сейчас мы идем к тому, что из полиции пытаются сделать, в хорошем смысле этого слова, сервисную службу, которая должна обслуживать потребности населения в борьбе с преступностью, правонарушениями и поддержанием законодательства Украины. На мой взгляд, так и есть новое отличие. По материально-техническому обеспечению, конечно, есть проблемы. Что греха таить? Единственное, что изменилось, в лучшую сторону, по горючим. Пока. Впритык, но нам его хватает. Нельзя сказать, что у нас его изобилие, но на минимальные нужды мы горючее получаем. Слава Богу, есть понимание, с местной власти, спасибо большое мэру Рени, Игорь Викторовичу Плехову, никогда не отказывает. И когда есть необходимость, сходим, кланяемся, объясняем ситуацию, ни разу не слышали ответа «нет». Все же транспорты, буквально недавно обращались, горсовет помог нам восстановить две машины дежурного части, которые были убиты в хлам, просто уже невозможно было на них работать. Многое говорится в последнее время о создании опорного пункта в Орловке. Я так понимаю, что это утопия на сегодняшний день. Мысль здравая. Это утопия. Там тяжелое село, оно сквозное, село большое, село богатое. Богатое село привлекает, соответственно, лиц, которые хотят погреть руки на этом селе. Но вот само население в селе, оно все хочет делать чужими руками. Так не бывает, особенно в последнее время. Хочешь что-то сделать, нужно делать самому. На сходе села было предложено жителям села. Есть закон Украины об участии гражданам в хранилищественном порядке и государственной границе, который позволяет создавать общественные формирования, которые имеют определенные полномочия, то есть и в привлечении к административной ответственности, и в применении мир физического воздействия, применение спецсредств, применение огнестрельного оружия, потому что лица, входящие в такие формирования, могут приобретать для себя травматическое оружие и использовать, и применять его, соответственно, в действующих законодательствах. Обсудили все это бурно, все село голосовало за, и в результате кто за то, чтобы у нас создалось формирование? Все тянут руки. Объясняю представителям, не так формулируйте вопрос. Спросите их, а кто вступит в это формирование? Ни одной руки. Село населения более 2000 жителей, а зачем нам это надо? Вот, допустим, представитель Орловский, огромное спасибо, не задумывая, без всяких яких, без всяких вопросов, оказал материальную помощь, не вправе не дал денег к участковому, а пропатил те запчасти, которые участков со своими руками потом произвел ремонт машины. Есть люди, которые помогают, которые понимают, что это нужно. Артур Игоревич, скажите, пожалуйста, а есть ли в Ренинском районе действующие общественные формирования? Фактически работающих общественных формирований, которые бы работали, приносили пользу для себя, для громады, в Ренинском районе нет. Как правило, они создаются с двумя целями, получить доступ к границе, либо к охотничьим уводим. Все, больше никого ничего не интересует. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.